Путин выступил с очередной воинственной речью. Выступил в Питере на встрече с ветеранами Великой Отечественной и блокадой Ленинграда, пообещав всем продолжение войны в Украине без конца и без края. Я сразу почувствовал, что в этой встрече, в этом выступлении что-то нечисто. Правда, не сразу понял, что именно. Если вы поняли, молодцы. Если нет, я сейчас объясню. Меня зовут Евгений Киселев, и вы смотрите мой YouTube-канал. Если не подписаны на него, пожалуйста, подпишитесь, ну и заодно поддержите лайками, вопросами, комментариями. Так вот, что же не так в истории с выступлением Путина перед питерскими ветеранами? Да то, что тем из них, кто родился в 43-м, в этом году 80 лет исполняется, а тем, кто хоть что-то осмысленное помнит из блокадного времени, или под 90, или за 90, как минимум. Не говоря уже про ветеранов, которые воевали. Ну, в который раз, напоминаю, даже тем, кого призывали в армию в победном 45-м, в 18 лет, в этом году исполняется 96. Это если они смогли дожить до столь почтенного возраста. А много ли вы знаете стариков-ветеранов, которые в условиях советской и постсоветской системы соцобеспечения, советского и постсоветского уровня медицины дожили до 90? Если они, конечно, не бывшие члены Политбюро и не отставные генералы КГБ, обласканные заботами кремлевской спецмедицины. Впрочем, когда так называемых ветеранов на встрече с Путиным изредка показывали крупным планом, большинство из них выглядели подозрительно молодо. Даже секретная кремлевская спецмедицина едва ли способна творить такие чудеса. Ну, иными словами, это был очередной фейк. Такой же, как недавнее предновогоднее выступление Путина на фоне группы ряженых, изображавших российских военных. Ну, впрочем, Путин вот на встрече с ветеранами сделал оговорку, мол, живых остается все меньше, но по-прежнему рядом с нами их дети, внуки, правнуки, они будут продолжателями славных традиций. Ну, то есть, скоро у нас, например, депутат Госдумы Толстой будет выходить на замену великому писателю. Заодно возьмет назад все слова, написанные великим пращуром, и про русскую власть, и про русскую церковь, и про русскую войну. Ну, если серьезно, важно другое. Весьма обо многом, не просто говорит, кричит тот факт, что президент России, отказавшись от так называемой большой пресс-конференции, пусть даже почти на 100% срежиссированной. Хуже того, отказавшись от предписанного ему конституции выступления перед совместным заседанием двух палат федерального собрания с ежегодным ему посланием, почти полтора часа выступает перед представителями, если угодно, самой консервативной, самой ретроградной, самой архаически настроенной части общества. Не просто перед стариками, знаете, старики разные бывают, не просто перед пенсионерами, и пенсионеры тоже бывают разные, но перед, я бы сказал, профессиональными ветеранами. Не хочу никого обидеть, но так называемые ветераны давно уже, еще с советских времен стали, и в современной России продолжают выступать в роли особой социальной группы, которая, я бы сказал так, Так, выполняет специальную политическую задачу именем давно ушедших поколений и славою их былых добрых дел. Оправдывает, обеляет, говоря нынешним языком, легитимизирует любую пошлость, любую мерзость, любую подлость, которая совершается действующей властью. Заклеймить, осудить, пригвозить к позорному столбу, призывать к расправе или верноподданническим образом поддержать. Вот что они делают. Вспомните Терешкову, ведь не случайно никому-то, а именно ей, человеку якобы из самого глубинного, приглубинного народа, бывшей ярославской ткачихе, полетевшей в космос впервые женщине, было поручено озвучить идею. Обнуляем все предыдущие путинские сроки, делаем злобного кремлевского карлика пожизненным президентом. Мол, раз героиня космической эпопеи 60-х предлагает так поступить, значит дело доброе. Ну что ж, Терешкову раньше вспоминали в одном ряду с Гагариным и Королевым, теперь на веки вечные войдет в историю в одном ряду с Путиным, Патрушевым, Шойгу, путинским поваренком Пригожиным и убийцами и насильниками в Буче. А про космический полет в биографии Терешковой, если и упомянут, то как про такой исторический курьез, надо же, как бы тут лучше выразиться, это особо еще и в космос летало. Слушайте, я сейчас вдруг вспомнил, а ведь недаром в нашем далеком советском школьном детстве ходили едкие анекдоты про так называемых ветеранов, приходивших к школьникам в гости поделиться воспоминаниями, например, о героическом революционном прошлом. Вот такой анекдот, например, помню, приводят на пионерское собрание одного такого старикана и говорят, что он Чапаева видел. «Расскажите, а вы правда были свидетелем гибели прославленного Красного Камгила?» «Да, дед, отвечает, ну, конечно, как сейчас вижу, плывет раненый через Урал и хорошо так плывет. Даром, что раненый красиво плывет и надо же, ведь уйти может. Я сперва хотел гранату бросить, потом думаю, не, не докину, и тогда я его, гада, из пулемета». Ну, а если черный юмор в сторону, констатирую, своим выступлением перед профессиональными хранителями, оправдателями, легитимизаторами любых беззаконий власти Путин на самом деле четко дал понять на то, что думают остальные граждане. Ему решительно наплевать, наплевать на позицию тех или иных слоев или групп населения. Он не собирается, не намерен вообще советоваться с общественным мнением, учитывать его позицию. Все решено. Будет вести войну до победного конца. Будет проводить новые волны мобилизации. Еще 300 тысяч, еще 500 тысяч, еще миллион отправят на пушечное мясо. Наплевать. Как говорится, бабы нарожают еще, а если не нарожают, то, как говорится, меньше народу, больше кислороду. Цена войны для граждан и даже для самой власти никакого значения не имеет. Путин уперся. Он упрямо продолжает жить в придуманном мире. В мире, где, например, можно победить народ, ведущий войну, справедливую войну, оборонительную войну за свободу и независимость. Это к вопросу о словах Дмитрия Медведева про то, что никогда, оказывается, в истории ядерные державы не проигрывали войны. Простите, а Франция в Алжире? А Америка во Вьетнаме? А Советский Союз в Афганистане? Путин продолжает жить в мире, где европейцев можно пугать, например, холодной зимой. Мне тут довелось проехать на машине через пол Европы. Польша, Германия, Бельгия, Голландия, Франция, Испания. Январь месяц. Температура воздуха от плюс пяти, это самые суровые холода, до плюс восемнадцати. Снега нет вообще. Всюду зеленые поля днем, люди сидят в больших городах на улицах, в кафе, греются на солнышке. Вот черт возьми, где авторы леденящих душу газпромовских промо-роликов и прилагающихся к ним проектов так называемых пунктов обогрева в европейских столицах черпают свои представления о реальной жизни в сегодняшней Европе? Где они берут образы несчастных европейцев, которые в мороз кутаются в одеяло без света и тепла в своих домах и пускают бедных домашних питомцев на изготовление последней миски горячей похлебки? Нет, берут они их, наверное, в сказках Андерса. Но Путин упрям. Кстати, заметки на полях. Появление очередного бредового лупса Виктора Медведчука про Украину в прокремлевских известиях это просто-таки очередной памятник путинскому упрямству. Господи, сколько раз Виктор Медведчук давал Путину хреновые советы про Украину? Сколько раз его обманывал? Сколько раз его подставлял? В последний раз пообещав быструю в три дня победу под Киевом. Какой-нибудь Петр Первый или Павел Первый такому советнику давно бы приказал. Шагом марш в Сибирь. Это в лучшем случае. А мог бы и на дыбу отправить. Так ведь нет, опять Медведчук в России на коне. Программные статьи в известиях публикуют. Кто-нибудь верит, что без ведома Путин? Нет, ну, смешно. Право слово. Вопрос. Сколько еще отпущено времени злобному карлику упорствовать и упрямствовать? Пытаться победить не только Украину, весь цивилизованный западный мир, который встал на ее сторону. Ресурсы которого в десятки раз превышают его собственные. Как невелики бы они были. Вот поинтересуйтесь, пожалуйста, итогами очередной встречи в Райнштайне. Сколько еще можно заставлять своих граждан участвовать в войне, цели и смысл, которые он так и не в состоянии объяснить? Ну вот сколько уже версий, и сам Путин озвучил, и Лавров, и прочие кремлевские ребята. То одна версия, то другая, то третья. Как говорится, в конец запутались в показания. Ну вот вы скажите, дорогие россияне, за что воюем? Можете ответить? На вас кто-то нападал или собирался напасть? Украина? Ну не смешите меня, вы же взрослые люди. Расскажите еще, что в свое время американцы собирались на Советский Союз напасть с территории Афганистана, и поэтому пришлось туда вторгаться статысячной армией. Вас десятилетиями пугали расширением НАТО, которое, кстати, ни разу за всю свою историю ни на СССР, ни на Российскую Федерацию не напало. В отличие от Советского Союза, вторгавшегося не только в Афганистан, но и в Венгрию, и в Чехословакию, и чуть не вторгнувшегося в Польшу. А в реальной жизни, посмотрите, в результате путинской агрессии против Украины давным-давно нейтральные, принципиально нейтральные Финляндии и Швеции теперь вступают в НАТО. Вам этого надо было? И вы вообще понимаете, что в Кремле готовы рискнуть чем угодно? Даже Москву готовы подставить под удар. А вот зачем они, к примеру, сейчас устанавливают на крышах московских зданий ракетные зенитные системы? Не видели в интернете видео? А вы посмотрите, полюбопытствуйте. Вы что думаете, если до военного аэродрома в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики, обстреливающие ракетами мирные кварталы украинских городов, в ответ, наконец, долетели украинские беспилотники в Москву, откуда отдают приказы бомбить Днепр, Киев, Одессу, другие украинские города, эти беспилотники рано или поздно не долетят? Расстояние-то примерно одинаковое. И чего ради вы провожаете отцов, мужей, сыновей на верную гибель? Неужели их жизни стоят жалких денег или каких-то еще податчик, которые вам обещают, если они погибнут? А вы вообще слышали про то, что при последнем голосовании по Украине в ООН Россию поддержали всего пять стран, включая саму Российскую Федерацию? То есть, на самом деле, всего четыре страны. Да каких? Если вы думаете, что среди этих четырех мушкетеров есть хотя бы одна страна Евросоюза, есть Китай или Индия или хотя бы Венесуэла, да там нет ни одной даже бывшей Советской Республики. Впрочем, есть Белоруссия, а еще Никарагуа, Сирия и Северная Корея. Ну, как тут не вспомнить классика? Новый год я встречал в небольшой, но интеллигентной компании. Я, поп, городовой и две девицы легкого поведения. Вот это ровно та самая история. Вот вы знаете, на крещение народ ныряет в прорубь, в том числе для того, чтобы протрезветь после долгих праздников. Вот вы знаете, мне кажется, что вне зависимости от того, имеете ли вы привычку на 19 января окунаться в Гордань, трезветь вам, дорогие россияне, необходимо просто срочно. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели меня. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, если еще не подписались. Ну, и поддержите лайками, комментариями, репликами. И до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok